дорогие друзья приветствую вас на своем канале с вами я зоя клемюк психолог астролог астроаналитик желаю всем добра добра мира здоровья и долгие долгие лето я сегодня хочу рассказать вам об одном очень интересном молодом политике это эмануэль макрон давайте посмотрим что это за человек как чем он обладает и вообще что я могу о нем сказать напомню что с точки зрения психологии это анализ личности с точки зрения эзотерики матрица судьбы собственно говоря и то и другое будет верным и так что касается макрона мне меня больше всего удивило его имя потому что когда я о нем его видела когда я о нем думала то почему-то я все время вспоминала фильм эмануэль он очень был популярен в советское время он был запрещен его не было и я хорошо помню как его передавали на кассетах и мы смотрели но было что 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 было запрещено то было запрещено ладно итак что касается профессионализма то он действительно профессионал это у него есть по матрице и корона у него есть и хребет у него есть по судьбе и дан ему некий огненный меч по судьбе я бы сказала что это даже некий символ и я не удивлюсь если где нибудь дома у него висит огромный портрет с мечом и короной на голове такое тоже возможно сокровенный символ макрона это лабиринт где человек должен победить в себе минотавра видите как интересно бывает прежде всего должен победить в себе минотавра а потом уже побеждать так сказать там за пределами своей страны социальное влияние не очень-то оно благоприятно могут быть или же проявляться резкие всплески мощности ума тела и ему нельзя заниматься не рекомендуется заниматься незнакомой деятельностью больших дел начинать тоже не надо особо потому что они все как бы идут в убыток торговать нельзя и самое главное что он привержен или же подвержен бытовым травмам бытовым травмам но я не думаю что он что-то делает на кухне или еще где-то человек имеет мощь причем мощь неконтролируемую то есть он энергетически сильная личность но но если у него если он в этой сфере новичок но бывает что человеку дано но вот оно спит где-то и не развивается бывает что данные или же дар некий который есть он не не может и не должен раскрываться бывает и такое потому что дар знания они даются во имя чего-то и за что-то так вот здесь у него есть указание на то что он новичок и ему не рекомендовано предпринимать и практиковать эти знания или же заниматься мистикой хотя знания у него есть по своей энергетики он носит в себе тайну человеческой оккультной мощи и вот это все что он в себе носит как я сказала выше это все чаще работает на беду на беду давайте я скажу так что ему же себе же он это все носит на беду как можно проверить а очень просто его не могут не любить животные вот кстати есть у него в доме животные или нет ну ладно он там разъезды у него много разъездов но у него же есть вроде как жена которой может быть есть какая-то собачка но я не думаю что у них в доме есть собаки если они есть то это скорее всего может быть где-то не в доме а может на подворье если он конечно живет в каком-то частном особняке или доме еще расскажу что ему надо быть очень осторожным животными потому что его укусить может даже корова хотя корова но она практически не кусается да дорогие мои именно та корова которая дает молочко эмануэль макрон является носителем активной ментальной энергии он тот человек который необходим своим друзьям но является источником постоянного раздражения для своих врагов его не любят этот человек или же этот человек рассчитывая годы всемирного прогресса ход которого напоминает качание маятка маятника способен предвидеть события задолго до их приближения и материализации макрон наделен духом борьбы и не признает ничего кроме победы он родился для того чтобы верховенствовать такое видите бывает и как оказывается он на своем месте что касается карьеры то если одевать лавровый венок кому-то во франции то конечно же на данном этапе это макрон он имеет магический таинственный странный загадочный некий загадочное некое влияние в жизни этого человека большую роль играет религия знания книги это адепт учения ученик какого-то духовного учителя который всегда следует за кем-то или зачем-то но он никогда не может реализоваться в ближайшем окружении поэтому может реализовываться только уезжая далеко от дома но напомню или же скажу что он родился во франции а реализовываться он может вдали от дома я думаю что это вот эти переговоры которые случаются потому что это связано с работой ну вот он в москву ездил к путину возможно в америку еще куда-то это философ это мудрец но от многое мудрости много печали как говорится поэтому у него существуют странности в характере неудовлетворенность в привязанностях и увлечениях я уверена что многие это хотят или же хотели услышать по жизни у него много предательств друзей и заболевания нервной системы для него очень важна карьера репутация это как его принимают в обществе очень хочет быть влиятельным оставить свой след в мире его не удовлетворяет сфера только личных интересов ну а амбиции направлены на то чтобы сделать что-то большое масштабное чтобы достичь широкого признания за свой вклад и усилия он может недооценивать значение личного фактора и внутренней стороны жизни если взять все то что на данном этапе 22 года февраль-март ну и далее будет происходить то здесь конечно же макрон попытается в карьере реализоваться по полной потому что он считает что вот именно вот это направление вот именно в данный момент будет закладываться его будущее это человек который внешне очень предупредителен приветлив любит покровительствовать умеет слушать любит идти навстречу желанием других людей любит и умеет воспитывать ну и конечно же старается быть или же служить примером для других людей очень самоуверен гордость его задевать нельзя любит давать советы может найти общий язык с любым человеком от дворника например до министра может казаться наивным чистосердечным но себя обмануть он не даст у него всегда перед глазами есть цель которую он преследует с неким честолюбием ну и конечно же стремится наверх что ему собственно и удается к другим людям относится по-отечески но требует к себе уважения если этого он не встречает пару раз со смехом может предупредить а потом может и кулаком по столу ударить помнит добро предан тем кто ему помогал когда-то терпелив легко прощает другим их ошибки и великодушен я уже говорила что есть у него интерес к религии к литературе к новым формам искусства это прирожденный руководитель но он не забывает и приятные стороны жизни любит кутить пьет ест не заботясь о фигуре и здоровье но может стать и примером аскетизма для него вообще характерно стремление быть образцом для других любит первенствовать и хочет или же стремится формировать других людей сильное стремление узнать как можно больше об окружающем нас мире понять связи в нем но полученную информацию не переработав сразу же может передать дальше то есть он особо может не вникать в суть может схватывать вершки ну собственно как многие из нас с вами то есть не изучая проблему до конца любовь что касается любви то любовь может быть горячей но сдержанной пока найдет себе партнера может долго выбирать может очень сильно колебаться испытывать массу приключений но выборов высоко несет знамя союза но если встретит нового партнера сразу же может признаться так как не может долго обманывать партнера своего не хочет делить ни с кем старается вместе работать путешествовать спорить союз созданный как правило не распадается даже если любовь умерла так как из любовного союза уже вырастает дружба взаимопомощь и даже протекция вот вам дорогие мои информация о личной глубоко я бы сказала личной жизни макрона но если будет оскорблено его тщеславие то любовь кончается критику свой адрес от партнера не переносит в остальном это человек приветлив великодушен терпим к маленьким слабостям матрица указывает на посмертную славу на известность ну дорогие мои вот таков у нас эмануэль макрон как я и обещала анализ получился кратеньким более широкий развернутый анализ надо делать конкретно лично каждому человеку раскрывать более какие-то личные черты характера я думаю что этого делать не надо надеюсь что вам было интересно пожалуйста подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки дизлайк тоже кстати можно ставить это не плохо но и конечно же если кому-то нужен анализ личности или же матрица судьбы поверьте это та работа или тот материал на который не жалко потратить деньги он вам даст очень и очень много с вами была я зоя племек психолог астролог астроаналитик всем добра и удачи пока удачи